Октябрьский район одно время назывался Сталинским, это было в 50-е годы. И тогда по благоустройству он был признан лучшим в Союзе. С тех пор минуло 60 лет, и сегодня задача стоит не менее амбициозная. Сделать район современным, чистым и благоустроенным. И первый разговор главы города о грядущих переменах с дворниками. Именно от них во многом зависит, удастся ли реализовать смелые планы. Трудно рассчитывать на результат, когда работают 5 единиц техники, шлиговые веники и зарплата в 12,5 тысяч рублей. Тем более, что об этой профессии Олег Фурсов знает не понаслышке. Я вам скажу, я работал дворником, когда был студентом. У меня был самый чистый двор вот здесь, в Октябрьском районе, на Мичурино. Самый чистый был двор. Я даже летом поливал, единственный из дворников, поливал тротуар. Но я хочу сказать, что я очень большое внимание уделяю благоустройству городу. Не все, конечно, получается. Последние 30 лет, вы знаете, не так много внимания этому уделялось. У нас с вами и газоны все такие, да и газонами назвать нельзя, и на них накопления вот эти грязевые многолетние. Мы, конечно, чистим все это потихоньку, справляемся. В 2018 году мы должны с вами вообще город привести в такой европейский вид, чтобы гордиться и радоваться. Мечта каждого дворника – хорошая техника. В этом году на марш выходит порядка 100 единиц новых коммунальных машин. В планах у городских властей закупить еще. Есть возможность получить весомую скидку, если управляющие компании объединятся и закажут опытом. Собрать заявки – поручение департаменту благоустройства. Главные улицы Самары уже приводят в порядок. Настало время идти во дворы. И тут уже задача для районных властей, которые должны обозначить слабое звено и устранить недостатки. Этим надо заниматься. И районы обладают достаточным потенциалом. Нужно желание, нужно умение работать не в кабинете, а на улице. И тогда с вертой точки счета будет сдвигаться. Очень много сделано в этом году. Хочу поблагодарить МП благоустройства и тех людей, которые занимаются руководством дворниками, там сами дворниками. Много очень сделано, но недостаточно. Перемены в Самаре жители уже успели оценить. Ну так-то вроде бы нормально. Ну хотелось бы, конечно, чтобы вообще было красивее. Летом, чтобы было больше цветов. То очень-очень мало. И чтобы больше высадили деревья. В 2016 году зеленых насаждений станет больше. Кроме того, стартует городская программа «Цветущая Самара». Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.